Доброго времени суток. На связи Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Цель этого урока сделать так, чтобы при взгляде на эту фотографию все внимание обращалось на девушку. Как обычно делают. Берут какой-либо инструмент выделения, выделяют девушку, потом добавляют маску слоя, то есть отделяют девушку от фона, имеется в виду от стены, и потом работают со стеной или с девушкой. В этом уроке я хочу вам показать интересный способ, который поможет нам избежать выделения и масок, так как многие пользователи Photoshop недостаточно владеют инструментом выделения и масками, и даже боятся этих инструментов. Давайте перейдем к уроку. Откроем палитру каналы и посмотрим, где у нас девушка наиболее контрастна по сравнению с фоном. Красный канал, зеленый канал уже получше. Девушка у нас немножко отделяется от фона по сравнению с красным каналом. Синий канал. Вот синий канал оптимальный. Мы видим, что девушка здесь у нас наиболее темная, а стена более-менее светлая. Что мы делаем? Я просто-напросто перетаскиваю синий канал на вторую справую иконочку создания нового канала, то есть дублирую канал. Мы с вами получаем канал синий копия и можем с этим каналом делать все, что угодно, без ущерба для нашего изображения. Что необходимо сделать в первую очередь? Давайте применим инструмент кривые и затемним девушку и осветлим стену. Зайдем в изображение коррекции, выберем кривые или проще запомнить сочетание клавиш Ctrl-M. Открывается инструмент кривые. Я делаю активным инструмент целенаправленной коррекции. Это вот эта вот рука с двунаправленной стрелкой. Провожу по девушке и смотрю, где находится у нас этот объект на кривой. Он находится у нас, вот платье, в тенях. Кожа девушки находится в три четверти тонах. Поэтому я беру и этот участок затемняю. Стена у нас находится где-то в полутонах и ближе к одной четверти тонов. Некоторые участки попадают на три четверти тона. Давайте осветлим стену. Примерно вот так вот. Так. Вот так. Я думаю, будет достаточно. Вот так было. Вот так стало. Девушка затемнелась, стена осветлилась. Нажмем ОК. Чуть-чуть доработаю я эту нашу заготовку. Выберу инструмент. Кисть. На переднем плане у меня белый цвет. Непрозрачность около 20%. И режим наложения для кисти перекрытия. Правая кнопка мыши щелкаю. Жесткость на нуле. Увеличиваю размер кисти. Вот такую большую кисть делаю. И сейчас я пройдусь по фону, не задевая девушку. Я щелкаю. Удерживаю левую клавишу мыши. Постоянно удерживаю эту клавишу. И веду по фону. Почему я удерживаю? Дело в том, что если вы отпустите, потом еще раз нажмете, то у вас воздействие кисти увеличится. То есть, сейчас я работаю при нажатой клавише с 20% непрозрачностью. Если я отпущу курсор мыши и еще раз нажму, и еще раз проведу, соответственно, у меня уже будет не 20% непрозрачность кисти, а больше, ну, к примеру, 40%. Вот так я чуть-чуть сделал поярче фон. Нажму клавишу X. На передний план у меня встал черный цвет. Уменьшу размер кисти. Опять нажму левую клавишу мыши, буду удерживать и проведу по девушке. Ну, вот так вот будет достаточно, я думаю, без фанатизма. Вот такую заготовку я подготовил. Перейду на канал RGB. Сверну палитру канала, так как у нас мало места здесь. Экран записи небольшой. И перейду в палитру слои. Создам дубликат слоя. Ctrl J. Теперь создам новый слой, щелкнув по литре слои по второй справой иконочке. И теперь моя задача, копию синего канала, который мы с вами доработали, разместить вот на этом слое 2. Удобный способ для этого команды внешний канал. Зайдем в изображение, внешний канал. В раскрывающемся списке каналов мы с вами выбираем синий копия. То есть канал, с которым мы с вами работали. Наложение или режим наложения мы ставим обычные или нормальные. И прозрачность 100%. Нажимаем ОК. И на слое 2 мы с вами получили канал синий копия 2. Теперь режим наложения этого слоя я перевожу на яркость. И получили вот такой результат. Что нам дал режим наложения яркость? Я взял от заготовки, от нашей, только яркостную составляющую. А все остальное у меня взято с нижнего слоя 1. То есть цвет идет снизу, а яркость со слоя 2. То есть с нашей заготовки. Вот такую заготовку мы приготовили. Дальше делаем следующее. Верхний слой у меня активен. Я нажимаю клавишу Shift и выделяю слой 1. Можно нажать клавишу Ctrl. Разницы нет. Теперь я нажимаю сочетание клавиш Ctrl G. Получаю группу 1. Моя задача вернуть исходное состояние девушки. То есть, чтобы она выглядела у нас как на исходной картинке. Так как она очень темная, я для группы 1 выбираю режим наложения замена светлым. И посмотрите пока вот сейчас на девушку. Вот исходная фотография. Вот что мы получили. Посмотрите, девушка как была, так и осталась без изменений. Что произошло у нас с фоном? Вот у нас такой был фон. Теперь получили вот такой. Фон осветлился. У нас большее внимание теперь приковывается к девушке. Давайте этот эффект мы с вами еще усилим. Раскроем группу 1. Сделаем активным слой 2, где у нас находится канал синей копии 2. И добавим сверху корректирующий слой кривые. Щелкаю в палитре слои по средней иконке. Добавляем кривые. Я проведу по стене и посмотрю, где находится у нас стена. Стена у нас находится в одной четверти тонах и немного заходит на средние тона. Я этот участок немножечко осветлю. Примерно вот так. Свернем палитру свойства. Сделаем активным слой 2 и перейдем фильтр размытие размытие по гауссу. И давайте теперь размоем этот слой. В результате мы с вами получим размытие фона. А девушка у нас останется без изменений. Увеличим радиус. Вот 4, я думаю, будет достаточно. Ок. Свернем группу и посмотрим. Вот у нас исходная фотография. Вот такую фотографию мы получили после нашей работы в фотошопе. Обратите внимание, мы с вами не применили ни одной маски, но однако у нас девушка отделена от фона. А фон я чуть осветлил и размыл. Тем самым у нас при взгляде на эту фотографию все внимание обращается на девушку. А на исходной фотографии мы с вами обращали внимание конечно и на девушку. Но наш взгляд отвлекался на эту вот стену, на дверь и на все остальное. А теперь мы с вами четко смотрим только на девушку. Вот такой интересный есть способ. Отделение объекта от фона без помощи выделения и масок. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок.